Или давайте тогда договоримся, так будем встречаться в году два раза. Зимой три раза, три месяца или за три месяца. И нормально, что, шесть месяцев у нас будет занято, а шесть месяцев, значит мы не готовы на что-то большее. Значит мы готовы только шесть месяцев заниматься служением, шесть там будет сами себе предоставлены. Можно так сделать, зачем нам нужно, вот это, виза открывать, париться. Что, нормально, три месяца отгуляли, поехали, три месяца отдохнули, да? Потом встретимся опять на три месяца, три месяца погуляли. Вот как мы сегодня говорили, говорю о совесть, понимаешь? Чувствуем ли мы ее вообще? Мы вот говорим, например, какие-то истины нам нужно прописать для того, чтобы понять, что этому нужно следовать. Есть четыре ближайшие принципа, какие-то правила, которые создал Прабхупан. Для того, чтобы мы, следуя им, начали понимать, что я это обещал, сел перед Духовным Учителем во время инициации, я буду делать вот это, вот это, вот это, вот это вот. И когда перед тобой стоит соблазн, ты стоишь и думаешь, так, помню ли я, что я ему это обещал или нет? Куда я иду вообще? Вот насколько мы в группе здесь сейчас можем создать атмосферу, чтобы мы почувствовали себя в связи с Кришной? Не в связи со своим умом, а в связи с Кришной. Я вот сейчас реально не могу понять, вот к чему, вот мы как сейчас напалили, к чему, как, вопросы вообще хорошие, а вот реально, то есть это все так надувалось, а к чему, то есть следующий шаг какой? Следующий шаг такой, нам надо конкретно сейчас создать устав в группе, чтобы все знали его и знали, как нужно действовать в группе, что нужно делать. И каждый взял какой-то, это как регулирующий принцип, вот этот устав как регулирующий принцип, правильно? Мы вошли в группу и у нас есть, знаете, потому что этот устав, он страшит. О, я теперь обещал, теперь мне еще одно надо будет, а как? Обещал 4 регулирующий принцип следовать, раз нарушил, и что дальше? А, никто не видел, никто не видел, он видел. Понимаете? Устав, он может не только страшить, а еще радовать, а вдохновить. О, почему же другая сторона? Да, потому что устав это, в нем же прописывается, ну как бы, устав это такая объемлющая вещь, которая раскрывает суть группы, а также все аспекты существования группы и членов группы, да? То есть как проявление, как духовного существования, как материального существования группы и каждого индивидуума в этой группе или личности. Также и проповедь, ну то есть это просто разные аспекты. Ну это хорошая, это как бы, наш барьер, который мы должны взять. Мы должны его взять, и мы возьмем его. Главное, главное, что это устав, у меня первый мысль сейчас, это устав такой, что, блин, я просто шаг не смогу влево стопить. В смысле, я не говорю там уехать или уехать, ну в смысле временно. А к тому, чтобы этот устав дал развиваться духовно в первую очередь, а не так, чтобы он нас ограничил, начиная с того, каким устав он не должен был. И я перед... У меня сидел человек, который уже ничего не следовал вообще. Он на меня сидел вот так смотрел. Он знаете, что мне сказал? Рама, ты же обещал этот махараджи. Вы знаете, человек ничего не следует. Я не вижу, я говорю, он вспомнил, что я обещал махараджи. Я говорю, слушай, что ты мне такое втираешь здесь вообще? Я с ним начал говорить, как мы говорили до Хари Гришна. Я не буду этот ленгвич вести здесь говорить. Зачем ты мне это говоришь? Он мне знаете, что сказал? Вот то, что ты следуешь, продолжаешь. Это единственная надежда для меня, чтобы вернуться. Понимаете? Вот этот устав, вот этот устав, если даже один, два, три человека будут у нас в группе этому следовать, все остальные потянутся, нам нужен пример просто. Но нам нужен пример реальный, что люди чему-то следуют. Потому что придет смерть. С чем мы подойдем к этой смерти? Нам нужна какая-то опора, основа. Нам нужно что-то, чему-то следовать. Мы стали следовать регулирующим принципам. Да, там что-то там еще начали делать. Но надо дальше идти. Регулирующие принципы это не освобождение от духовного мира. Вот мы приедем сейчас, соберемся, у нас на следующий день, завтра у нас будет, послезавтра у нас будет выходной после вот этого переезда. И мы давайте соберемся, не серьезно, и каждый просто вот скажет, что он там думает. Есть те личности, вот мы просто на мир смотрим с одной позиции. А есть личности, которые над гунами давно стоят уже и смотрят за мной по-другому. Они просто посмотрят и скажут, ребята, вот это просто вас через два года сделают параноиками, и вы разбежитесь. Да, если кто-то одобрит, да, и старший бренд. Мы в гунах плаваем, а кто-то уже в негунах за мной. Будет хорошо. В негунах сбываешь, если слышишь. Мы можем устав написать, отправить кеши Магара, при этом борюсь Магара. Ну пока. Они нам помогут просто. Не то, что сказать, это вот заключение. Пусть они нам помогут сделать его более совершен. Этот устав, он просто позволит нам меньше конфликтовать даже друг с другом, потому что будут прописаны какие-то идеи, принципы, да, и как их решать. И все, человек, он приходит, он ознакомился с этим, и он понимает, куда он попал вообще. И вот тут он начнет всплывать. Так, нужно ли мне вообще, ну или это уровень, могу ли я вот этому следовать или нет. Тогда человек уже не будет ходить, глазки и стрелять, ну извините, пожалуйста. Нет, конкретно, вот это и все. Это серьезно. А то уже так не будет, знаешь. Пришел, ушел, понравилось, не понравилось. Все, ответственность взял. Могу следую принципам, могу не следую принципам. Ну и так она и будет, такая духовная жизнь. Такую у нас и ответственность. Потому что мы думаем, что там, как корова думает, за забором трава зеленее, отправился туда. От себя мы нигде не убежим. Если мы не научились ничему следовать, мы везде будем такими. Такие, какие мы есть. Здесь мы или там, мы, какая разница. Здесь просто мы собрались для того, чтобы переизмениться вообще. Куда бы нас не отправили. Он как правопада поехал на запад. И он не остался там, знаете, во враге ходить, кордавить и вилкой есть. Он приехал, изменил мир. А если мы не будем сами чему-то следовать, мы никому не поменяем никогда в жизни. Мы так и будем ходить там, знаешь, вот это вот, с перьями в голове и думать, что все нормально, лишь бы не ругаться, лишь бы не кричать друг на друга, улыбаться всегда ходить. Все хорошие, все чистые. Присоходжи, я буду ходить, пропихивать просто. Непонятные вообще. Мне Кешева, честно сказать, он попал в мясорубку конкретную в группе. Он просто увидел, что у нас реально тут происходит. И он знаешь, что мне сказал? Я был в реальности, и мне это понравилось. Я хочу еще раз приехать. Вот это он мне конкретно сказал. Я говорю, да ну, зачем оно тебе надо? Ты что, я на него пару раз там наехал было, просто же все видели. Он говорит, Рама говорит, вот этого, я вот этого, он говорит, вот этого хочу. Понимаешь? Вот это реальность жизни. А не то, что там. Ну, про лук, все хорошо. Ну, я тоже, я тоже. Понимаете? Это-то-то-то не будет. Сахаджи, он палкой по башке бил, они убегали. Он шел полностью, они на другую сторону перебивали. Это, отец, не может быть такого, что все хорошо, и такие, все Харе Кришна, и все хорошо при этом? Так вот это и будет хорошо. Что, прямо сразу в контур, что только с шашками бегать, тогда все хорошо, значит. Да шашек не будет, отец, шашек не будет. Вот именно тогда-то шашек уже и не будет. Будут на самом деле, ну, понимание. Когда мы понимаем, ну, да, вот Путер мой устал, пришел, говорит, слушай, ну, проблема заболела, понимаешь, ну, так случилось. А не то, что приходишь, говорит, что тут? Вот как вот сейчас вот сижу, сижу, разговариваю, да, с... Это же не то, что там, мы уехали, до свидания, мы приехали, ждите нас в апреле, выйдем с вами на Харинану. Я с ними пришел целый час общался там. Оно мне надо было вообще это? Надо было. И они мне рассказали, я говорю, скажите честно, что нам нужно в группе сделать для того, чтобы, ну, вы нас в следующий раз приняли. Сразу сказали, знаете что, все хорошо, но вот один момент, говорит, предупреждать надо, если не выходите на служение. Потому что из-за этого у них, у них целая проблема из-за этого, оказывается, возникла. Мало вопроса, я не знаю, кто это знает. Ну, когда священник наш заболел и никому ничего не сказал. А они, понимаете, у них там все расписано, они конкретно, у них на одном человеке по несколько обязанностей. Надо откуда-то кого-то выдернуть, привезти сюда, напречься, там, ну, короче, вот, пожалуйста. Это они мне сказали конкретно, ну, вот этого в следующий раз не делайте, пожалуйста. А так все хорошо. Даже вот это, когда вы собрались, там, начали эти огурцы чистить сидеть. Я говорю, ну, мы же все-таки не почистили, там же забыли. Помните, я говорил там в алтарной, что я говорил, пожалуйста, может быть, мать, если бы что, пошла. А это их уже косяк был, и он мне в этом признался. Ну, Аббатар, он был занятый, ну, понимаете. Вот и все. Я говорю, так нормально, ну, извини, пожалуйста, так получилось. Он говорит, да ладно, нормально, все. Ничего страшного. Я говорю, весной приедем, помоем. Он говорит, там, закрасим, чтобы они мне не были. Чтобы это не было туфтой, вот то, чем мы здесь занимаемся, мы все должны понять, чем мы здесь занимаемся. Вот он подошел, мне говорит, надо это делать. Я говорю, мы понимаем вообще, чем мы занимаемся. Когда мы к людям выходим, мы понимаем вообще, чем мы занимаемся, что мы делаем. Все правильно. Я просто говорю, чтобы не устав, он реально помогал нам прогрессировать. А не просто это был какой-то груз, который мы на себя повесили. И кто-то его может год протянуть, кто-то три, кто-то из-за своей шахтей день. Значит, в уставе в начале, в самом нужном, чтобы прописали цель нашего вообще, нашей группы. Поэтому я говорю, что это должно быть основа, и потом отталкиваться, что нужно сделать для того, чтобы это осуществить вообще. Я вижу, что на карту ставится реальная жизнь каждого. Если кто-то подпишется под чем-то, что не то, что он не согласен, это мелочь какая-то, а это реальные какие-то моменты, ну блин, ну нифига себе, это, не знаю, я же не вступаю в секту какую-то, я хочу просто вернуться к Кришне, и чтобы это было авторитетно и правильно все. Я думаю, надеюсь, что здесь все понимают, что это не секта. Не, ну, я думаю, поняли все. Это секта должна? Я же говорю, чтобы это было вот правильно. Чтобы это секты не было, надо понимать, чем мы тут занимаемся. Ну, надо, чтобы в этом уставе и была помощь, значит, каждому, кто в эту группу как бы хочет вместе с ней, и чтобы помощь была понять, а не запихнуть в него это, что он и от этого неправильного понимания начнет деградировать, а не прогрессировать. Это сектант, я говорю, слышишь, говорю? Да ты сектант, говорю, ты в секте, говорю, Куильчиков, я, говорю, свободен от этого. И ты хочешь мне навязать вот это вот то, что ты делаешь, это не секта. Ты ограничен вот этим, а я, говорю, свободен от этого. Почему ты решил, что я в секте, а не ты? Я стою, смотрю на него, и что ты хочешь мне сказать дальше? Понимаете, дело не будет. И при чем здесь это слово, я же не хотел сказать и не к словам. Я просто, понимаете, я просто себя знаю. Если я пообещаю, я разобьюсь, ну, куда я это делаю. Я не хочу обещать то, что меня не помню. Я говорю, что мы не в сектте с тобой пропухли. Нет, я это понимаю. Мы не в сектте, я тут всех, кто не пошел. Никто сюда не наедет, чтобы что-то рассказать. Я буду прилагать усилия, но я буду прогрессировать. Вот такой устав должен быть. Я готов прилагать усилия, я, в принципе, всегда стараюсь это делать. Но я хочу идти к Кришне благодаря этим усилиям. Они просто усилия ради усилий. И все счастливы, потому что пункты устава просто выполняются. Чтобы этот устав нас лишний привел. Пока мне здесь хорошо, это хорошо. Устав хороший. А тут, смотри, гаки начали прикручивать. О, не, мне уже это не нравится, пошел. А куда мы от себя убежим? Мы пойдем туда и с тем же самым самим собой там встретимся. Понимаете? Если мы наткнемся на ту же самую проблему. Нам нужно всем это понимать. Что не за забором трава зеленей, она здесь. Вот смотрите наших духовных учителей взять. Кто из них прорвался? Те, которые не изменяли принципом. Им было нелегко. Их критиковали и так далее, и так далее. Хорошо мы все английского языка не знаем. И не общаемся со всеми теми преднами, которые в этой каше варятся. У меня, как я один раз услышал, лучше завяли. Я их закрыл и сказал, что я не хочу больше это слышать. Понимаешь, аскеза как раз добровольная. Она и заключается в том, что я сам на эту аскезу осознанно иду. А не тогда, когда уже приходят последствия моего неправильного действия. Когда приходят последствия моего. И мы терпим это все. Это не аскеза, это глупость наша. Как говорится, отец дал мне это. Понимаете? Яблоня от яблоки далеко не падает. Потому что я понимаю, откуда это ко мне пришло. Не я такой, а это он такой. Понимаете? И это пришло от Кришны по парампале. Никто не сомневается в этом. Поэтому оно спокойно до нас дошло. Мы не должны просто запрудить эту милость. И на себе сосредоточить, думать, что я такой. А когда она придет к нам? Это понимание. А тогда, когда мы серьезными станем. Когда мы начнем этому следовать и будем понимать. Они тоже там похвалили Гриш. Давай, давай, еще. Не, я падший. Не, не, не. За пум сопли вообще. Плено. Когда конкретно человек убежден, кого на самом деле прославляют. Вот это жизнь. А пока мы вот это не опишем, не будем этому следовать. Мы не придем к этому никогда. Так и будем, знаете, непонятно где болтаться. Правупада не сомневался в этом. Мы вас прославляли. Вы же видите, какой он был. Он всегда был серьезный вообще. Он никогда не расплывался. Людям это не надо. Им нужна серьезность какая-то. Правупаду поэтому и приняли. Если мы собрались ради высшей цели, то я уже конкретно преданное служение. Это значит, я делаю это для удовлетворения Господа читания. То есть я осознаю это. И это мое внутреннее решение. Это не то, что меня поставили сюда. Стой здесь. Нет, это я делаю осознанно. Вот эта осознанность, когда мы будем выходить на улицу, она будет в людей входить. То есть мы не просто вот это то, что мы видим. А те, которые сделали этот выбор. Мы вот так уже будем друг друга рассматривать. Не вот этими глазами мы будем видеть, а мы будем понимать друг друга. Потому что мы такие же, как все здесь, которые приняли это решение. Когда мы спим, если у нас нет никаких обязанностей здесь, в этой жизни, мы не проснемся. А если я знаю, что мне надо утром идти на работу, зарабатывать деньги, кормить семью. Да сколько бы я там ни спал, полчаса я встану и пойду это делать. Если у нас нет обязанностей по отношению Господа, чтобы пропасть другому мучителям, мы никогда не проснемся. Мы так и будем вне макрахеты с утра до вечера. Мы не одну жизнь не ковыряем. Глядя на всех вас, я хочу сказать, что я вот здесь, потому что, знаете, несмотря ни на что, вы как бы делаете этот выбор, чтобы выходить на улицу и распространять Святое Имя. Понятно, мы как бы там бьемся головой, там еще чем-то бьемся, еще кого-то цепляем, там. Ну как бы, ну надеюсь, что хватит терпения дойти до конца. И как бы я хотел бы. Потому что, как бы, знаю, что за этим что-то стоит, как бы, то, что я даже не могу себе представить. Они нас, на самом деле, вдохновляют вообще. Что вот они приехали сюда? Они им надо, что они там делать, что ли, нечего ли? Они же приехали сюда, потому что они думают, что они вот такие, вот. Все только о рамке махабракус нитянады и думаем. Потому что, вот, людям-то уже, понимаете, в ад-то вот, пожалуйста, уже вот этот огонек здесь уже подпылает. За все те, что они делают, они все это в ад пойдут. А этим не безразличны их страдания в аду. Поэтому они бегут к ним и кричат, повторяйте, полегриджи, она просто возьми книгу. Потому что верят, что это поможет. Без этой веры, она не будет очищаться, эта вера. Даже вот эти разногласия наши, они нас должны приводить к тому, что мы должны подняться над этим. Потому что мы мотивированы тем, что мы помогаем друг другу вернуться к Богу. Это самая высшая идея. Больше не рождаться, не болеть, не стареть, не умирать здесь. Не париться, не биться за то, чтобы выжить в этом мире. Понимаете? И не потому, что здесь плохо убежать туда, а потому, что времени не хватает, чтобы служить Богу. 24 часа мало, но не хуже своей вечности. Понимаете? Вечности уже мало. Поэтому я иду за чай-то немало. Он находит варианты, как я же делаю. Спасибо. Продолжение следует...